Это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и я приветствую в этой студии своего сегодняшнего гостя Николая Ускова, главного редактора журнала «Форум». Добрый вечер, Николай. Ну, тут много разных событий, связанных с столетием образования ВЧК. В том числе и глава ФСБ Александр Бортников дал очень большое интервью, и Дмитрий Песков там как-то выступил. Но вот Бортников посетовал в интервью российской газете на то, что в обществе неоднозначное отношение, учитывая деятельность советских спецслужб. Ну, так вот он, скрепя сердце, признал. Как вы считаете, вообще оно должно быть каким? Однозначным? Однозначно хорошим? Однозначно плохим? Должен ли быть какой-то консенсус по отношению ВЧК? Ну, честно, меня всегда поражало, насколько эта организация держится за довольно сомнительные советские символы. Потому что если говорить про историю тайной полиции в России, то она, конечно, гораздо древнее ВЧК. Ну, можно по-разному там датировать ее возникновение, но, видимо, это все-таки тайная канцелярия Петра I, которую возглавлял пращур Льва Николаевича Толстого. Но мне кажется, что вот если брать всю историю тайной полиции, то, наверное, период, связанный с деятельностью Дзержинского и его непосредственных преемников, самый сомнительный и самый мрачный. Потому что была создана беспрецедентная система подавления инакомыслия, уничтожения, физического уничтожения целых классов российского общества. Система превращения значительной части населения в рабов, абсолютно античных рабов. Даже я сомневаюсь, что в античном Риме или в Греции условия содержания этих рабов были столь чудовищные. То есть это что-то беспрецедентное и, конечно, вызывающее отвращение. Я сегодня читал книжку Дэвида Ремника, потому что пока ехал сюда, могила Ленина. В очередной раз я наткнулся на описание всего этого ужаса, связанного с расстрелом польских офицеров в Катыни. Это невозможно. Вот это все, этот шлейф, этот шлейф чудовищный, абсолютно грязный, кровавый историй. Почему-то нынешнее руководство ФСБ не смущается за собой тащить. Мне это странно, непонятно. Россия, новое государство, оно возникло в 1991 году. Да, спецслужбы, конечно, во многом наследники КГБ, но, тем не менее, все-таки это реформированная спецслужба. Совершенно новыми задачами, полномочиями. И этот портрет Дзержинского, он меня реально очень смущает. Я не понимаю, зачем нам это. Ну, мы же видим, что и со стороны первого лица государства тоже есть глубокое уважение. КГБ, ФСБ. Ну, знаете, это один из государственных институтов. И, конечно, нужно с уважением относиться к государственным институтам, особенно тем институтам, которые обеспечивают безопасность страны. Будь то армия или ФСБ и так далее. Это люди рискуют своей жизнью часто. И поэтому они нуждаются в уважительном к себе отношении. Но зачем тащить за собой всю эту историю палачей и считать ее частью, да? Так же, как я совершенно не понимаю этот выдуманный праздник 23 февраля, просто, во-первых, полностью спальсифицирован. Никакого рождения советской армии там не было. Если уж говорить, опять-таки, про рождение нашей армии, да, вот этой легендарной поздавшей, в боях поздавшей радость побед, это, конечно, опять-таки Петровский, там, создание Преображенского полка или там победа под Полтавой, я не знаю. То есть, мы гораздо, так сказать, сложнее, да, не надо нас сводить к 70-ти годам советской истории, да, все-таки, да. Если мы хотим быть страной, которая, там, синтезирует важное из всей нашей, там, тысячелетней истории, нужно, ну, в общем, как-то расширять набор дат праздников и так далее. За последнее время мы видим, что как раз-таки сужается. Все сужается и все опять сводится. Все сводится именно к советской символике и символизму. Ну, и это, кстати, мне кажется, достаточно глупо и беспреспективно, потому что поколение, для которого это важно, оно уходит. Оно уходит, и оно скоро вообще перестанет играть какую-либо роль. Для молодых людей все это, ну, тут уже непонятные вещи, что кто такой Ленин, кто такой Дзержинский. То есть, просто провести опрос людей до 25 лет, кто такой Дзержинский, я уверен, что мы получим самые разнообразные ответы. И, реже всего, это будет ответ о том, что это создатель спецслужб. Ну, и, тем не менее, есть среди молодых людей и те, которые готовы высказаться. Вот, например, Мария Алехина сегодня же была как раз задержана на Лубянке за то, что вышла в одиночный пикет с такой растяжкой, на которой было написано «С днем рождения палачи». Ну, и вот, пожалуйста, она проведет ночь в отделении полиции, потому что, как ей объяснили, она мешала проходу граждан в здание ФСБ. Препятствовала проходу граждан в здание ФСБ. Да, граждане, очевидно, фиксика мешали в здании ФСБ. Одна маленькая девочка препятствовала проходу граждан в здании ФСБ. Ну, да, вот, и это тоже иллюстрирует отношение государства к этой спецслужбе. Мне кажется, нужно, во-первых, с большим юмором относиться к собственному прошлому. И, вот, кстати, если говорить про новое поколение, оно с гораздо большим юмором, меньшим пафосом относится к прошлому. Это взгляд молодежи. И чем дальше все эти папики будут нам навязывать вот этот пафосный взгляд со слезами на глазах, тем меньше они будут влиять на умы следующих поколений, тем слабее будут выглядеть и по соцопросам, и на выборах. То есть вы думаете, что те молодые люди, которых мы видим каждый май с георгиевскими ленточками, вот это вот спасибо деду за победу, это... Ну, война немножко другое, да, война все-таки действительно, ну, там, важное большое событие в нашей истории, которое коснулось всех, и у всех в семьях так или иначе эта тема присутствует. Потом, ну, так или иначе, война — это вопрос жизни и смерти, да, очень важный. И я готов поверить в искренность очень многих людей, которые в этом участвуют. Но я не уверен, что для, там, предыдущего, то есть для нынешнего поколения, там, детей или подростков это сколько-нибудь важная вещь. Все-таки нужно... История вообще, ну, и советская, и российская история довольно трагична, не очень понятно, к какому именно периоду можно относиться с большим юмором или хоть с каким-то юмором, потому что и политические репрессии, и войны... Мы не должны фиксироваться так на прошлом, да, иначе мы постоянно будем тащить все эти непонятные и ненужные споры в будущее. Нужно понимать, что мы строим свою историю, мы должны строить ее, основываясь из тех убеждений, к которым мы пришли. Да, эти убеждения, они довольно понятны, да, то есть мы не хотим повторения кровавого ужаса, и мы не хотим новой войны большой, глобальной. Ну, как же вот это вот можем повторить? Ну, знаете, можем повторить, это же политический лозунг, вы же понимаете, да, то есть одно дело, когда... То есть формирует убеждения, как не политики. Политики формируют убеждения, да, но они работают на определенном этапе, пока есть поколения, которые понимают этот язык. Я говорю о том, что сейчас языки будут меняться, да, и ныне правящее поколение, оно стареет, и оно просто должно понимать, что его электорат сужается, и что его язык будет все менее понятен и приятен для людей, которые живут в совершенно новой реальности, да. В этой реальности запах пороха, это все уже, ну, это странно, да. Люди думают, там, о высоких технологиях, о развитии собственной, там, жизни, карьеры, экологии. Есть темы, которые гораздо больше волнуют сейчас новых людей, чем вопросы, там, исторической памяти, справедливости и так далее. Все это играет все меньше и меньше роль. Мы, не забывайте, что мы выросли в эпоху масштабнейшего, там, информационного взрыва, когда мы фактически в кратчайшие сроки узнали новую историю, новую правду, да, про, там, советское время, про царское время и так далее. Мы выросли в этой истории. Для нас история – это важная часть нашей идентичности. Но наши дети не выросли уже в этом. Они совершенно в другой реальности существуют. Они существуют в реальности новых технологий прорывных. И мы не должны об этом забывать. Чем больше мы будем вспоминать о том, значит, кто такой Дзержинский, чем чаще мы будем спорить, тем меньше мы будем вызывать симпатию и понимание у наших детей. Вы говорите о том, что это все должно меняться, и поколение, и память, и прочее. Ну, вот у нас скоро очередные выборы. И на этом фоне происходят, конечно, бесконечные споры. Но вот об одном таком заочном я бы хотела с вами поговорить, открывая тему выборов. Михаил Ходорковский обратился к главе ЦИКа Липамфиловой и попросил ее отказать в регистрации Владимиру Путину. Говорят, что человек уже заканчивает свой четвертый срок, а вот та рокировка, которая была на период президента Дмитрия Медведева, это вообще оскорбление Конституции и не считается. Поэтому, значит, Путину надо отказать. На что Памфилова отвечает, что не надо давить на ЦИК, и вообще я руководствуюсь Конституцией. То есть это ситуация, в которой два человека апеллируют к Конституции. Но один за регистрацию Путина, другой против. Вам чья позиция ближе, и вообще есть ли смысл в таких обсуждениях? Мне вообще, честно, я понимаю, что меня нужно клевать, но мне, честно говоря, близка позиция Путина. Я вообще с большим воодушевлением воспринял то, что он ушел тогда и не стал нарушать Конституцию. Это важно, да, это прецедент. Мы все понимаем, да, что реально он власть, конечно, держал в руках, контролировал ее, но все равно он сознательно пошел на усложнение системы, да. Это очень важный, мужественный политический поступок, не надо его недооценивать. Поэтому говорить о том, что это все было, ну, как бы формальностью, не стоит. Ну, это не так. Но он при этом назначил себе преемника, я прошу прощения. Ну, как он назначил преемника, ну, это нормально, когда авторитетный политик предлагает кого-то, да. У него есть все способы, чтобы этот, так сказать, преемник победил, да, ну, потому что он преемник. Но я могу сказать, что все равно он сознательно пошел на усложнение политической системы, и усложнение себе жизни, потому что никто не может быть гарантирован от того, что, и это было множество раз в истории, от того, что твой преемник тебя же потом и прикончит. Ну, в разные времена случалось по-разному, да, сейчас, конечно, едва ли речь шла, могла идти о физическом устранении, но примеров огромное количество. Выпускать власть из рук очень опасно. Путин из уважения к Конституции не стал создавать прецедент и не стал превращаться в азиатского царька. Мне кажется, это важный факт нашей политической истории, который, как ни странно, довольно хорошо его характеризует. И я думаю, для многих это будет моделью поведения. Потому что наша страна, она склонна к авторитаризму, и вот такие самоотводы, они, в принципе, ну, не то чтобы у нас тут очень распространены. Я прошу прощения, возвращение на третий срок, это не склонность к авторитаризму? Ну, в Конституции написано подряд. И продолжение бесконечное. В Конституции написано подряд, все-таки, да. Если говорить про, если бы в Конституции было написано только два срока, да, ну, было бы понятно, да. Но когда в Конституции написано, в Конституции писалось под, в общем, авторитарное управление, да, страной, если мы хотим, так сказать, ее изменить, мы должны ее изменить, да, со временем. И, конечно, ограничить пребывание двумя сроками, без слова подряд. Но сегодня в Конституции написано подряд. Поэтому формально Путин, он мог бы ведь изменить Конституцию, он мог бы стать авторитарным правителем в полном смысле слова. Но он не стал создавать этого прецедента. Это важное событие. Поэтому, мне кажется, Михаил Ходорковский как-то мимо высказался. — Ну, есть там видимость формальности, есть существующая реальность. Существующая реальность такова, что Владимир Путин 17 лет руководит страной. Это ли не авторитаризм? — Ну, да, но это авторитаризм, безусловно. Но он мог бы быть совершенно другим. — А мог бы и убить, действительно. — А он мог бы быть, ну, султаном Назарбаевым, Лукашенко, но он не стал, он не захотел. — Так хорошо, зато все честно, прямо, не надо никаких иллюзий. — Нет, а вот как раз вот эти вот вещи, это же не иллюзии. — Зачем вот эти игры? — Да, это он пошел сознательно, добровольно на усложнение системы. Это важно. Он продемонстрировал, что, в общем, власть можно отдать и можно рискнуть этим. И я думаю, что это очень важный политический пример того, что, будучи самым популярным политиком, который совершенно без проблем может изменить Конституцию, у него большинство в парламенте. Вообще смешно, этот парламент будет голосовать за все, что он захочет. Но Путин на это не идет. Так же, как в свое время Ельцин не пошел на идею продления его полномочий. То есть, все-таки здесь очень важный момент прецедентов. И Путин поступил, мне кажется, правильно. Он мог поступить совершенно по-другому. Он мог превратиться абсолютно в этого азиатского правителя. Если это был бы откат страны назад. Сейчас, конечно, мощный шаг вперед. Но он рискует только до определенного момента. Потому что мы видим, как обрастал бесконечными уголовными делами Алексей Навальный. И судьба которого в качестве кандидата в президенты до сих пор не ясна. То есть, это какой-то очень такой риск. Ну, сомнительный, что ли. Ну, не знаю. Все-таки давайте не забывать, что история с Алексеем Навальным, она началась при третьем уже сроке. И когда Путин превратился в такого карающего авторитарного правителя, который обиделся на креативный класс и решил его наказать. Сейчас, мне кажется, что это уже обида, жажда мести, она утолена. И, ну, политический курс стал гораздо спокойнее внутриполитического. Политический курс стал спокойнее, а политических заключенных стало больше. Это как-то нелогично. Ну, кого считать политическими заключенными, давайте тоже так кого иметь. Сергей Удальцов был, очевидно, политическим осужденным. Это вот тот срок, который начался с болот. Хорошо, ну, после этого уже было и дело 26 марта, и сколько людей забирали за то, что они мирно и без оружия собирались в центре города, чтобы высказать свое мнение. И, ну, огромное количество дел, и, ну, то есть после болотного дела было еще много других дел, в том числе массовых. Все эти люди, безусловно, преследуются по политическим мотивам. Я согласен, да. То есть они преследуются за то, что они пользуются своим конституционным правом. Ну, это вот, но я говорю, опять-таки, если вот обсуждать сейчас момент его отказа от власти, да, это все-таки важный был прецедент. Поэтому я с Ходорковским здесь не согласен, но у политической, там, у политического пиара есть свои функции. Да, конечно, Ходорковский напомнил о своем существовании. Ну, и это, наверное, он как, там, человек, который не хотел бы, там, выпадать из политической жизни в стране, делает такие заявления. Если отвлечься от конкретной, вот этого конкретного диалога между Ходорковским и Памфиловым, я в целом посмотрю на предвыборную кампанию, которая вот-вот на днях началась официально. А есть ли тут хоть какая-то интрига для вас? Ну, интриги-то понятно, мы не видим, конечно, и нет никакой интриги, Путин победит, очевидно, да. Вся интрига заключается в том, как те или иные претенденты, прежде всего Ксения Анатольевна Собчак, используют эту предвыборную кампанию для строительства своих имиджей новых. Безусловно, предвыборная кампания — это шанс для политика любого, вообще для человека, да, создать, изменить реальность. Да, он может не стать первым человеком в стране, и все, по-моему, осознают, что ни у кого нет никаких шансов, да, но есть возможность создать определенный общественный вес. И в этом смысле, чем больше голосов там наберет Ксения Анатольевна, например, да, тем серьезнее будет ее вес в будущем, если ее допустят до выборов и так далее. Я считаю, что для меня это главная интрига, да, потому что я Ксюшу очень давно знаю и очень люблю, и наблюдал ее эволюцию, ее развитие. Мы познакомились, когда она совсем была девушкой маленькой, девочкой, я бы сказал. А я видел, как она становилась тем, чем она сегодня стала, ярким, сильным, интересным, небанальным человеком, который может действительно сыграть большую роль в истории нашей страны. Поэтому мне интересно в этих выборах прежде всего это, и я за этим слежу внимательнее всего. — То развитие и та необходимость ухода, да, прежних взглядов, прежнего языка и прочего сыграет здесь какую-то роль? То есть вы для себя, как прогнозируете, вот этот срок для Путина последний уже все? — Я полагаю, да, это последний его срок. Как мне кажется, да, то есть повторять всю эту историю с тандемом, наверное, уже даже просто безвкусно. Да, но посмотрим, да, никто же не может все гарантировать, да. Я не исключаю, что Путин может предпочесть уйти раньше, например, завершения своего срока, как это сделал в свое время Ельцин. Такая тоже возможность есть. Мне кажется, что Путин будет рассматривать эту ситуацию с очень прагматической точки зрения. То есть его задача, как мне кажется, как политика, обеспечить стабильную преемственность. То есть чтобы страна прошла следующий предвыборный цикл, не этот, а следующий, без потрясений. Чтобы не было пересмотра итогов приватизации, чтобы не было охоты на ведьм и прочее. Чтобы страна поступательно спокойно развивалась. Очевидно, что она будет развиваться через отрицание в том числе Путина. Это так устроена история. Пока что-то у нас вместо развития какой-то регресс происходит. Особенно за последние два года после всей этой крымской истории. Ну, очевидно, что мы расплачиваемся за Крым. Что это был тоже не на пустом месте возникший зигзаг российской политики. Он долго готовился. И во многом Россия убедила себя в том, что у нее нет другого выбора. Но сейчас у нас вообще нет выбора, потому что мы загнали себя в угол. И мы будем нести бремя этого решения очень долгие годы. Пока в обществе не возникнет воля к какому-то диалогу по поводу крымской проблемы. Проблемы, я не знаю, Донбасса и так далее. Вы сказали, что предвыборная кампания это такой способ поработать не своим имиджем и хороший заделан на будущее. Как вы в этом контексте оцениваете ту работу, которую ведет уже достаточно давно Алексей Навальный? Ну, меня программа его разочаровала, как и у многих комментаторов. Я думаю, что наши радиослушатели тоже за этим следили. Там детальнейший обзор этой программы опубликовал, например, Мовчан в «Ведомостях». Мне кажется, что Алексей все более и более дрейфует в сторону левого политика и все менее и менее рассчитывает на поддержку либеральных слоев. Может быть, он считает, что либералы действительно не представляют большой массы и целесообразнее ориентироваться на левый электорат или на националистический электорат. Вот эти все популистские нотки взять все и поделить, которыми просто испещлена эта программа, они меня, конечно, сильно разочаровывают. Я полагаю, что у Алексея есть неплохие шансы в будущем стать крупным политическим деятелем России, возможно, занять даже один из первых постов в этой стране. Меня, конечно, эти взгляды пугают очень, потому что я вижу развитие страны по пути цивилизованной рыночной экономики с внятными, ясными правилами игры, без пересмотра итогов приватизации. Он предлагает абсолютно экстремистский, я бы сказал, вариант развития событий, то есть он предлагает фактически поставить под удар весь тот новый средний класс, который возник в нашей стране, поставить под удар капиталистов нашей страны. Среди них очень много честных людей, это не только госкапиталисты, это есть люди, которые действительно многого добились огромным трудом. Прежде всего, фактически ведет дело к повышению налогов, причем к повышению, драматическому повышению. Мне все это кажется очень опасным. И те, кто, так сказать, попадут под удары, это те, кто сегодня как раз формирует европейский современный облик нашей страны. А те, кто выиграют от реализации его программы, это плепс и гопота. Я больше не рассматриваю публикацию этой программы Алексея как либерального политика. Для меня это политик левого толка, популист, который, в общем-то, собирается воевать с самыми активными, с самыми динамично развивающимися классами нашего общества. Ну, сейчас, если убрать, например, фамилии и взять то описание, которое я услышала, у меня было ощущение, что вы говорите, на самом деле, во многом о Владимире Путине, который абсолютно... Они удивительным образом заблизились. Опирается на простых людей, их, значит, нуждами и чаяниями он живет, и никакой средний класс ему не нужен, он на них обиделся, и вообще идите все прочь. При этом мы видим по поводу внятных правил игры, вы сказали, и немедленно у меня возник образ Игоря Сечина, Алексея Улюкаева. Ну, какие внятные правила игры? Вот сейчас элита в какой ситуации оказалась? Другое дело, что парадоксальным образом позиции Путина, вот третьего срока, и позиции Алексея Навального, который, казалось бы, так сильно пострадал во время этого третьего срока, они парадоксальным образом, политические позиции очень сблизились. То есть фактически они играют сейчас на одном поле, это популистское поле заигрывания с самыми необеспеченными слоями. Другое дело, что Путин еще и находится на вершине этой пирамиды пищевой, поэтому не все сводится только к тому, что Путин произносит, какие он слова говорит или какие он делает громкие, так сказать, поступки. Как раз ровно к этому все и сводится, что он сказал. А очень многие решения он принимает в тиши кабинетов и действует по-прежнему, прежде всего, как руководитель определенной группы элиты. И это обеспечивает определенное движение по пути рыночной экономики все-таки. В случае с Алексеем Навальным, если этот человек придет к власти когда-нибудь с такими мыслями в голове, надеюсь, все-таки это скорее политическая болтовня, но если он придет к власти с такими мыслями, то это будет совсем по-другому выглядеть. Потому что Путин, он не только глава государства, он глава определенной группы внутри элиты. И он так или иначе, я не знаю, худо-бедно, он президент не только Игоря Сечина, но он еще президент, например, Алексея Кудрина. И для него, собственно, и мнение Игоря Сечина, и мнение Алексея Кудрина, потому что они имеют разный вес, но тем не менее они значительные, они важны для него. И понятно, что это обеспечивает некую систему сдержек и противовесов и определенное движение по пути развития России, модернизации России. Навальный, если он придет и начнет реализовывать вот эту программу, я не знаю, что у нас начнется. Ну, пока Алексея Навального еще даже не зарегистрировали, а возвращаясь к упомянутому мною Алексею Люкаеву, которому дали 8 лет строгого режима, это что, сдерживать кого-то или это противовес какой-то? Ну, история на грани фарса, потому что все аргументы следствия, конечно, не выдерживают просто вообще никакой критики. И это все стало практически анекдотом, если бы это не было связано с 8 годами строгого режима для немолодого человека, который, судя по всему, не совершил никаких преступлений. Я очень надеюсь, что, может быть, прозвучавшее тут в суе слово «амнистия», что якобы президент проведет перед выборами или сразу после выборов «амнистия». Он сказал, что можно подумать. Может быть, это коснется и бывшего министра экономического развития, очень на это надеюсь. Но, опять-таки, если брать видимую часть дела, то, конечно, Путин демонстрирует принципиальность в борьбе с коррупцией. С другой стороны, мы же видим, что от Алексея Люкаева в этой ситуации с Башнефть вообще ничего не зависело. И какая коррупция, вообще Бог рассчитывает на какое-либо вознаграждение или вымогать его. Это абсолютно... Знаете, когда человек в состоянии повлиять на дело, да, можно подозревать его в том, что он, так сказать, каким-то образом использовал свою власть для того, чтобы получить мзду за оказанные услуги. Человек не может оказать никаких услуг, в принципе. У него нет этих полномочий. Он абсолютно бессмысленен. И его позиции ничего не стоят. Да, вот меня это поражает, да. И мы понимаем, что, конечно, такая борьба с коррупцией, это не... ну, это фарс. Ну, а тогда для чего это все сделано? Мы не знаем, мы никто не знаем. Может быть, для того, чтобы напугать бюрократию, чтобы не зарывалось. Продемонстрировать, что с вами может случиться в любой момент все, что угодно. Вот там сколько, пять-шесть губернаторов у нас по разным тюрьмам и СИЗО сидят. Возможно, это единственная цель, да. Ну, потому что, как рассуждал Макиавелли в свое время, да, государь может внушать страх, а может внушать любовь, да. Вот лучше внушать страх, потому что кого любить, это подданные сами решают. А вот, когда они боятся, то решает правитель. То есть, нравится тебе, не нравится, это решает подданный, да. А вот когда ему страшно, и он подчиняется, это значит, решил правитель. И вот Макиавелли считал, что правитель должен внушать страх. И внушать страх, это одна из задач любого правителя с тех пор. Как это сформулировал Макиавелли, ну, некоторые пришли к этому выводу самостоятельно и до Макиавелли. Ну, тут просто вопрос, кому внушать страх? Подданным. Подданным. Всем подданным, конечно. Вообще всем, без развода. Ну, прежде всего, безусловно, высшей бюрократии и бизнесу и так далее. И мы видели, как Путин в определенных ситуациях этим инструментом пользуется. Так же, как этим инструментом пользовались до него тысячи других политиков. И этот инструмент, надо признать, он довольно эффективен. Сейчас пытаюсь просто перебрать какие-то цивилизованные страны, современные. Вот те, которые живут в 2017 году, существуют. И как там с правителями, внушающими страх. Ничего в голову не приходит. Может, у меня просто плохо с географией. Не очень понимаю, как это коррелируется с тем уважением, которое высказал Владимир Путин по отношению к конституции, когда смело ушел на один срок. Ну, мы гибридная страна, да. У нас есть довольно развитая, просвещенная элита, да. И есть довольно мрачное народонаселение, какая-то его часть, да. Которая живет во многом в Средневековье. И часть элиты тоже, в общем, недалеко ушла от Средних веков. Поэтому мы в этом смысле особая страна, да. Все страны особые, да. Но, конечно, говорить о том, что мы, что нас можно сравнивать с Соединенными Штатами или Францией, ну, бессмысленно. Мы, конечно, другая страна. Другая страна у нас, другое прошлое, тяжелое прошлое. Очень много исковерканных судеб, загаженных мозгов. И нужно все это учитывать. Здесь многие вещи просто пока еще не народились, да. То есть требуют времени, каких-то, так сказать, поколений, да, усилий, сознательных усилий над изменением, там, я не знаю, ментальности этой страны. Но, я думаю, в той или иной степени, понимаете, инструменты, которыми пользуются правители, они везде одинаковые. Просто в некоторых странах эти инструменты выглядят удручающе, да, вот как сейчас, да, мы видим, как человека могут посадить непонятно за что, да. В некоторых странах тот же инструмент страха, которым пользуется политика, он немножко по-другому, он просто закамуфлирован. Это может быть компромат, который опубликуют про тебя, да, это может быть, там, я не знаю, увольнение просто. Это может быть, там, я не знаю, назначение на какую-нибудь дурацкую должность, которая тебе совершенно не подходит. Ну, увольнение это цивилизованно, согласитесь, это не 8 лет структуры. Да, но это не значит, что этот инструмент не работает, он работает везде, да, это инструмент, который, в общем, эффективен, и пользуются политики во всех странах. Просто как это выглядит, да, это может выглядеть, ну, там, я не знаю, 300 лет назад могли бы, там, я не знаю, жечь на костре или, там, отрубить голову. Ну, то есть, это, сейчас это выглядит, вот, 8 лет строгого режима, потом, возможно, амнистия или еще что-нибудь. Так, в общем, можем доразвиваться и до просто увольнения. Просто увольнения, да, вот рано или поздно, мы дойдем до того, что министра уволят, и все будут очень напуганы. И не надо будет ничего больше. Да, как-то вы меня окончательно запутали, конечно, с тем, что у нас тут происходит. Но мы находимся просто на пути, там, я не знаю, трансформации нашего общества, от общества, где там еще без суда и следствия расстреливали тысячи людей за одну ночь, да, в общество, в котором, ну, какие-то там формируются новые, там, процедуры, протоколы, более человечные, более гуманные. Ну, надо как-то, чтобы время прошло. Осталось только дожить до него. Спасибо большое, главный редактор журнала Forbes был в гостях у меня, меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, эфир назывался «Особое мнение», спасибо большое, Николай, всем до свидания. Спасибо, счастливо.